Художник с большой буквы. Солявит, такова жизнь, то есть вечная борьба светлого и темного. Расскажет, как создаются шедевры. Только вот ткань. Это получается как живопись, как мазки. И как появилась творческая группа «Надежда». 15 лет назад ведь не было вообще для взрослых людей никаких студий. Покажет изделие ручной работы. Дорогое удовольствие получается. И бисер он довольно дорого стоит. Один день. Совершенно не бойся, если у тебя где-то вот так вот неровность будет. Потому что потом будут еще другие цвета накладываться. Будет то, что надо. И единственный диагноз. Другого-то ничего. Мы не знаем как. Другой профессии. И это наша жизнь. Смотрите прямо сейчас. Сегодня мы в гостях у талантливой художницы, необыкновенной мастерицы Аллы Кирилловой. Ее дом – то пространство, в котором она живет и творит. Сюда заходишь как в галерею. На стенах – оригинальные картины, на полках – изделия из керамики. Все это вызывает неподдельный интерес и эстетическое наслаждение. Я поняла, что это в принципе человек рождается с этим. Вот рождается человек с голосом. Он, не понимая еще, маленький, он чувствует, что он все время ходит, поет, напевает. Или старается повторить, когда слышит. А у меня всегда любимым занятием было самого маленького возраста – это рисование. Выставки художницы из Бобруйска проходили во многих городах, как в Белоруссии и России, так и за рубежом – в Италии, Испании, Швейцарии, Швеции. Ее произведения находятся в разных частных коллекциях в Израиле, Германии, Таиланде, Франции, Америке и других странах. В чем же особенность и уникальность работ нашей героини? Давайте разбираться. Алла Кириллова – художник, член Международного союза дизайнеров. Родилась в городе Расказово Табовской области. Выросла и окончила школу в Могилеве. Закончила Абрамсовское художественно-промышленное училище в Подмосковье. Работала на ювелирном заводе. Преподавала в художественном профтехучилище номер 15. Руководила студией декоративно-прикладного искусства «Эксперимент» в семейном детском доме. Сегодня возглавляет студию гавереновой вышивки «Надежда» при Дворце искусств. Сегодня мы расскажем о талантливом художнике и педагоге, женщине, посвятившей себя искусству, и увидим, как рождается на свет красота. Алла Васильевна приехала в Бобруйск почти 45 лет назад вместе со своим мужем Геннадием Родиным, тоже художником, по приглашению тогдашнего директора художественного училища Аркадия Ларина. В то время учебное заведение остро нуждалось в высококлассных специалистах, а через год супруги получили вот эту квартиру в доме Почерняховского. Сначала мы с мужем работали на группе камнерезов. Было такие две группы. Мы обучали ребят резьбе по камню. Потом группы эти закрылись, потому что ребята-то, конечно, были подготовлены очень хорошо, и когда приезжали из Союза художников скульпторы, они просто были проржены, насколько подготовленные и хорошие ребята были, что они могли бы переводить в камень любую работу из громита, из мрамора, там, все это. Но, поскольку, в общем-то, так невостребованы оказались, пришлось группу прикрыть. Сначала я преподавала роспись по фарфору, тоже две группы было выпущено, а потом керамику. После выхода на заслуженный отдых художник не оставила педагогическую деятельность. Она организовала детскую студию, где учила ребят с непростой судьбой создавать руками удивительные вещи. Поиск новых идей и материалов для работы с воспитанниками, жажда нового и неизведанного подсказали ей обратиться к тканям и ниткам. Так родилась на свет уникальная авторская техника гобелейновой вышивки Аллы Кирилловой. Каждый материал, с которым ты начинаешь работать, это материал, к нему надо относиться с уважением. Его надо сначала понять, чтобы он начал с тобой выходить на диалог, чтобы ты мог работать с ним и так, и эдак, чтобы он мог экспериментировать, что-то находить новое. Не просто вот застывшее какое-то, но чему научился, то и делаешь. И поэтому, когда начинаешь работать, вот у меня осталось это уважение к любому материалу, к какому бы я не обратилась в работе. Ее гобелены впечатляют фактурой, богатой цветовой гаммой, теплой, уютной энергетикой, философией и гармонией. На льняной основе с помощью шерстяных нитей, тонких лоскуточков ткани виртуозно переданы самые разные картины. Это и буйство красок белорусских полей, и зеркальное отражение берега в вечной глади, и чувственные лица людей, и характеры животных. Я вот попробовала, и каждый раз находя, то так, то эдак, и попробовала, вначале пробовала совмещать с нитками, потом отказалась от ниток, и только вот ткань. Это получается как живопись, как мазки. Действительно, текстильные картины выглядят как живописные. В этом их самобытность и уникальность. Впрочем, Алла Кириллова и здесь любит эксперименты. Иногда она делает вставки в свои работы в других техниках. В этом смысле большой интерес представляет философская работа под названием «Селяви». Мне захотелось попробовать, допустим, другой подход. Когда есть и вот затканность, вот здесь живопись вставлена, это масло написано. Вечная борьба светлого и темного, это такая вот игра такая жизненная. Такова жизнь, когда черная полоса, белая, серая. Именно это. Процесс создания таких кобеленов трудоемкий и кропотливый. Порой мастерице приходится обойти не один десяток магазинов для рукоделия. В поисках необходимого по цвету и фактуре кусочка ткани или нити, чтобы передать определенный оттенок, блик и тон. Поэтому работа над такой картиной занимает много времени, от двух месяцев и больше. Я делаю сначала эскиз на бумаге. Желательно в натуральную величину. Потому что подбирать вот эти кусочки ткани для работы по цвету и по рисунку довольно сложно. Мне надо, чтобы это было видно хорошо. И потом уже так фломастером, или карандашом не мельчешь, фломастером основной рисунок, основные контуры наносишь, а потом уже так вот работаешь, подглядывая в то уже цветовое сочетание. Иногда меняется. Любимая работа для Аллы Кирилловой всегда та, над которой натрудится в конкретный момент. К примеру, сегодня это очередной гобелен. Его художница создает из различных обрезков ткани, кружева и ниток. По словам искусницы, она вновь собирается прибегнуть к экспериментам. Кириллова просто обожает смешанные техники. Я просто пытаюсь сделать совершенно новую технику, которая, как видите, не только с полосочек, но просто, когда нарезаешь путами, делаешь какую-то композицию и вставляешь ее. Алла Васильевна – разноплановый художник. Кажется, ей подвластен любой материал. Она также мастерит различные украшения, обшивает бисером рюкзаки, сумочки, чехлы. Каждая вещь по-своему уникальна, ведь в нее вложена душа автора. Творчество для нашей героини – это сама жизнь. Мы те, кто учился, кто действительно всю жизнь другого, мы не знаем какой-нибудь другой профессии. И это наша жизнь. Это моя жизнь. Я без этого не могу. Мне надо что-то постоянно делать. А теперь еще об одной грани таланта Аллы Кирилловой. Вот уже 15 лет она руководит студией под названием «Надежда» при Дворце искусств, который объединяет женщин бальзаковского возраста и не только. Здесь художница обучает их гобеленовой вышивке. Располагается студия в старом особняке по улице Советской, здании бывшего горкома компартии. 15 лет назад ведь не было вообще для взрослых людей никаких студий. Я знаю по жизни то, что у многих есть какие-то нераскрытые таланты. Вот человек жил, работал, чем-то занимался, а в душе-то он творец художественный. И всегда была тяга. А потом человек, допустим, выходит на пенсию, значит, ищет чем заняться. Есть какой-то определенный момент пустоты сразу после того, как на пенсию вышел и не знаешь, куда себе девать. А тут вот кружок. Человек приходит и начинает работать. Основа для работ своих учениц Алла Васильевна готовит, как правило, сама. Пишет на холстах эскизы, которые потом наполняются силой цвета. Нетки для вышивки используются любые – от шерсти до шелка и мулине. Все картины получаются самобытными, ведь каждая женщина привносит в работу что-то свое. Это касается как и выбора палитры, так и техники исполнения и подбора материалов. По сути, это творчество без границ. Видишь, как человек сразу это понимает, все схватывает, а потом он начинает работать. И у каждого проявляется какой-то свой стиль. Даже вот как они… Это как рисунок карандашом. Как они кладут штрих вот этот ниточкой, да. Это одно. Второе, такой вот индикатор. Ведь приходило очень много за это время, приходило очень много женщин, да. Так вот, те, в ком сидит искра эта Божия, это вот желание работать, желание работать творчески, они остаются. За годы существования студии «Гобелейный мастериц» были представлены на многочисленных городских, областных и республиканских выставках и конкурсах. Творчество стало для этих людей не только средством самовыражения, но и помогло поверить в собственные силы. Яркие работы участниц студии искренне теплые, светлые. Они полны радости и оптимизма. Я узнала, что Алла Васильевна ведет такой кружок, и мне самой захотелось попробовать вот именно эту необычную технику, когда ниткой как бы создается рисунок, как карандашом. То есть вот это вот меня очень как бы, ну, заинтересовала вот эта вот техника сама. Ну и вообще это времяпрепровождение такое, мне кажется, очень уютное, домашнее. Алла Васильевна как бы очень отличный педагог. Она может даже ту женщину, которая, ну, как бы не очень хорошо там понимает, сразу разбирается, и терпеливо, кропотливо она рассказывает, и человек начинает что-то понимать, что-то соображать, и застревает у нас, ходит, если у него есть еще свое желание к этому. Отличный педагог, отлично. Она очень много нам дала, чего мы, мы же не художники, мы не, это самое, а Алла Васильевна как бы раскрыла у нас вот это вот стремление красоты, видение красоты, как можно из ничего что-то сделать. Руководитель студии бесконечно рада успехам своих воспитанниц. Об ученицах она говорит с большой теплотой и любовью. Художница ощущает свою нужность и востребованность, и для нее это самое главное. Алла Кириллова убеждена, в каждом человеке заложено творческое начало, и нужно его только развить. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова